Надписи на плакатах гласят «Быть учителем – не преступление! Не выдавайте!» Экстрадиционное заключение безосновательно. Свободу Мустафея Мречабуку. Около 300 человек собрались сегодня в центре Тбилиси, чтобы поддержать Мустафея Мречабука, бывшего управляющего школы Демиреля, задержанного в Грузии по запросу Анкары. Активисты неправительственных организаций, представители оппозиции, а также учащиеся школ и вузов из различных городов страны, пришли к зданию правительственной канцелярии, чтобы потребовать от властей Грузии защиты для турецкого гражданина. По словам юриста Центра изучения мониторинга прав человека Лины Гвинианидзе, в Белиси не должен экстрадировать Мречабука. Решение об экстрадиции не может быть основано ни на чем, кроме защиты прав человека. Второй очень важный аргумент – в случае невыдачи Грузия станет в один ряд со странами, которые отказали Турции в передаче ее граждан. Правозащитники заявляют, что в случае возвращения в Турцию жизни Чабука может угрожать опасность. Это подтверждает и адвокат задержанного Сосо Бараташвили. Правительство Грузии должно хорошо осознать создавшееся положение и не передавать беззащитного человека государству, где в последнее время массово нарушаются права человека, а ему будут грозить пытки и нечеловеческое обращение. Позднее протестующие переместились к бывшему зданию парламента на Центральном проспекте Руставели. Мустафа Амречабук уже 15 лет вместе с семьей живет в Белиси. До последнего времени он руководил престижной школой Демиреля. Но 24 мая был арестован, а на следующий день городской суд Белиси присудил ему предварительное экстрадиционное заключение сроком на три месяца. Как говорит адвокат задержанного, турецкая сторона обвиняет его в сотрудничестве с организацией опального проповедника Хатхалаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота летом прошлого года и обвиняет в терроризме. Супруга Мустафа Амречабука, Тулпа Чабук, уже обратилась к премьер-министру, президенту и народному защитнику Грузии за помощью. Она отрицает любые обвинения в адрес ее мужа и называет происходящее политическими гонениями. Вчера мы потребовали статус беженца и надеемся на положительный результат. Мой муж не виновен, это правда, ни в Турции, ни в Грузии. Сейчас обвиняют совершенно невинного человека, и получается, что за этим стоит политический мотив. Как отмечают правозащитники, на протяжении уже многих лет Турция требует от разных государств экстрадиции людей, обвиняемых в сотрудничестве с Хатхалахом Гюленом, на что в большинстве случаев получает отказ. У Грузии есть все правовые и политические аргументы для отказа в экстрадиции Мустафа Амречабука, считают эксперты. Вопрос в том, захочет ли руководство Грузии воспользоваться этими аргументами.